Друзья, добрый день! Это Юлия Дегтярёва, врач-гастроэнтеролог Альпийский 29, сеть ветеринарных центров Катанай. Мы думали-думали, о чём с вами сегодня поговорить, перебрали все запросы и решили выбрать тему такую свободную, с одной стороны, а с другой стороны, это одна из частых причин обращения и к врачу-терапевту, врачу приёма, и к гастроэнтерологу. И жалоба, которая на этом приёме звучит, тоже встречается часто и людей, безусловно, очень сильно беспокоит. Это пожелтение слизистых, пожелтение склер. В основном это встречается у кошек. И когда с такой жалобой обращаются на приём, понятно, что, как правило, владелец очень встревожен, потому что желтуха у человека никогда ничего хорошего не означает. У кошек, да, закономерно, пожелтение с кожей, пожелтение склера слизистых ассоциируется с заболеваниями печени. Но мы сегодня поговорим об одной из них, о той, которая, согласно статистике, встречается у кошек чаще всего. С огромным отрывом лидирует диагноз, который называется лепидоз печени. Или ещё иногда его в иностранной литературе называют кошачий лепидоз. И чаще всего, если на приёме кошка с жёлтой кожей, с жёлтыми склерами и жёлтыми слизистыми, чаще всего лепидоз будет стоять первым таким пунктом в списке дифференциальных диагнозов. Но не всегда. И это такая дополнительная сложность для врача приём. Потому что есть ещё довольно много причин, и мы сейчас про них поговорим. Что касается лепидоза, это болезнь печени, болезнь её паренхемы, ткани. То есть мы помним, что печень состоит из ткани, которая состоит из клеток печени, гепатоцитов. И вся эта штука тканевая пронизана, ну, конечно, сосудами и ещё желчевыводящими путями, куда собирается желчь, который продуцирует гепатоциты, которая затем оказывается в таком резервуаре, который называется желчные пузы, и потом, да, через желчный проток попадает 12-перстную кишку, где начинает переваривать жиры. Так вот, есть, бывает ситуация, и это заболевание, надо понимать, что оно не связано с воспалением. Нет воспаления при лепидозе. Там возникает совершенно особая ситуация, когда клетки печени, те самые гепатоциты, так сильно забиваются, ну, жиром, хотя это триглицериды, да, то, из чего, собственно говоря, жир состоит, так сильно переполняются ими, что все органеллы, которые в этой клетке находятся, работать уже больше не могут. И вот эти вот стиснутые жиром органеллы в гепатоцитах теряют свою функцию, и чем больше клеток пострадало таким образом, тем больше функция печени будет нарушена. Почему так происходит? Есть версия, которая говорит о том, что жир поступает в гепатоциты из подкожных жировых депо, ну, вообще из жировых депо. И происходит это у кошек по, ну, самая частая причина, почему это происходит, это когда кошка, особенно если эта кошка имеет, ну, такое достаточное количество жирового запаса подкожно-жировой клетчатки, если она по какой-то причине перестала есть. И беда в том, что липидоз может развиться у кошек в очень короткие сроки. Иногда достаточно 48 часов отказа от еды для того, чтобы с печенью произошла вот эта штука. А мы знаем, что кошка может отказаться от еды по тысяче разных причин. Иногда это какое-то первичное заболевание, и в таком случае липидоз будет до вторичной проблемы по отношению к этой первичной болезни. Иногда причиной анорексии или отказа от еды может быть связана, например, с отъездом владельцев, или с появлением в доме нового животного, или потому что за стенкой и грохочет перфоратор. У кошки много поводов пострессовать, и, соответственно, много поводов получить вот этот довольно тяжелый в ряде случаев заболевание печени, как и то. И зачастую врач на первичном приеме точно не знает, почему липидоз случился, если это липидоз. С чем обычно доктор сталкивается? Да, у кошек это очень частая болезнь, у собак это крайне редкая ситуация. Это связано с такой значительной разницей и в особенностях жирового обмена, которые касаются именно кошек. Что обычно доктор видит на приеме? Обычно это пациент, да не только отказавшийся есть и изрядно похудевший, типичным для липидоза является такая сильная-сильная потеря массы. Доктор, как правило, видит животное в депрессии. Довольно слабо эти кошки реагируют на внешние раздражители, на врача и почти не смотрят по сторонам. Эти кошки, как правило, дегидратированы. Довольно характерным таким признаком является при тяжелом липидозе явление, которое называется вентрофлексия. Это происходит из-за быстрой потери калия в сыворотке. И кошки с низким уровнем калия характерным образом наклоняют вот так голову вперед. Это называется вентрофлексия или вентрофлексия. И при тяжелом липидозе это частая находка. Кроме того, у кошек с этим заболеванием довольно часто мы видим явление, которое называется гиперсоливация. Это когда течет слюна, ее очень много образуется, кошка ее уже не сглатывает, она просто свободно стекает и бывает так вот вся шея может быть довольно мокрой. Это связано с одной стороны, может быть связано с тошнотой, но довольно часто это касается проблемы, которая возникает при очень тяжелой потере функции печени. Называется она печеночная энцефалопатия или гепатоэнцефалопатия. И вообще такое избыточное тяжелое слое течения стоит трактовать именно как признак начинающейся гепатоэнцефалопатии. Да, и я в самом начале сказала, что желтуха далеко не всегда бывает связана с липидозом и только с ним, хотя это бывает довольно часто. Но врач, увидев кошку с желтухой, оказывается перед очень сложной задачей. Ему нужно помимо того, чтобы поставить диагноз, еще и составить список диагнозов дифференциальных. Все то, что происходит, протекает с развитием желтухи в этот список попадет. И иногда диагностика липидоза штука довольно сложная, потому что желтуха бывает не только, да, вот этот тип желтухи, который при липидозе развивается, называется гепатическая или печеночная желтуха, когда проблема, да, в самой печени, в самой ткани. А бывает еще так называемая надпеченочная желтуха или прегепатическая. Это желтуха, связанная с массовым разрушением эритроцитов. И кошки с гемолизом, да, с разрушением красных кровяных телец тоже будут желтыми, но это не будет заболеванием печени. Так бывает, например, при кровопаразитарных заболеваниях, при гемотропном микоплазмозе. Кошки с постгепатической желтухой или подпеченочной. Это кошки, страдающие от обструкции желчеводящих путей и переполнения желчью. И у этих кошек, да, первичным, возможно, будет вовсе не липидоз, хотя и он может потом присоединиться из-за анорексии. А у них может быть первичным либо дохолилитиаз, либо холонгит, воспаление желчеводящих путей у кошек, распространенная проблема. Некоторые инфекционные заболевания, такие как токсоплазмоз, такие как инфекционный перитонит кошек, его сухая форма, часто протекает с желтухой. Панкреатит у кошек может вызывать нарушение дренажа желчи и поэтому может развиться желтуха постпеченочная в данном случае. Ну, то есть огромный-огромный спектр болезней, которые протекают с желтухой, заставляют доктора так сильно ломать голову и самое неприятное, самое, да, что запутывает больше всего. Любая из болезней, которые я перечислила, может приводить и будет обязательно приводить к отказу от еды и следовательно она будет приводить, возможно, к липидозу и довольно часто липидоз вторичен в отношении какой-нибудь из этих болезней. У одной и той же кошки легко может быть и холецистит, например, или холонгит, и липидоз, или панкреатит, или липидоз, или триодит, синдром или липидоз. И все это вместе, да, и с каждой болезнью нам нужно что-то придумывать, и каждую болезнь нам нужно лечить. Ну, и, как правило, мы, да, в случае с кошкой желтухой перед сложной задачей находимся. Что касается лечения, это такой краеугольный камень, да, краеугольный вопрос для всех владельцев кошек, у которых врач выявил на приеме желтуху, либо они, да, обнаружили ее сами, и на приеме доктор, да, говорит о том, что у кошки с высокой вероятностью липидоз, и, да, предлагает какую-то терапию. Вся информация, которая имеется на сегодня по поводу липидоза кошачьего, говорит о том, что чем быстрее, тем, чем правильнее мы начали такого пациента лечить, тем выше у него шансы на хороший исход, на хорошее выздоровление. Вместе с тем, липидоз — это очень долгая и муторная болезнь. В большинстве случаев ее лечение занимает время. Это очень-очень такое медленное улучшение, и, как правило, вот, да, после стабилизации пациент отправляется дома, и вот уже домашнее лечение будет занимать иногда несколько недель. Но я остановлюсь на том, что каждая кошка, у которой выявлена желтуха, должна быть госпитализирована, потому что статистика говорит о том, что лучший прогноз кошек, которые своевременно и быстро были госпитализированы, и у которых своевременно и как можно быстрее было начато интенсивное лечение. В чем они нуждаются? На самом деле никаких препаратов для лечения липидоза нет. Но есть очень важные вещи, может быть, да суперважные вещи, которые у каждой пациентки с лепидозом должны обязательно быть. Это госпитализация, это адекватное обеспечение такой кошки жидкостью, это адекватная жидкостная терапия, и ее невозможно воспроизвести дома. Иногда владельцы просят назначить, да, возможно, какие-то капельницы домой, говорят, что мы попробуем покапать сами. Это в основном превращается в такую имитацию лечения. Владельцы тратят очень много сил, очень, да, душевных сил в том числе, на вот такую круглосуточную попытку помочь. Но эффективность этого лечения очень низкая. Пациент должен быть госпитализирован, ему должно быть обеспечено обязательно восполнение потерь жидкости и восполнение электролитов очень важно. Помните, я говорила, что кошки с лепидозом теряют калий зачастую, и этот калий им нужно и, во-первых, мониторить, во-вторых, восполнять своевременно. И, да, второе очень важное условие, тут даже не знаю, что важнее, что выбрать. Для того, чтобы остановить вот этот процесс, да, такого массового метаболизма жировых запасов печенью, из-за чего она, собственно, и пострадала, нам нужно обеспечить кошку адекватным поступлением калорий. И вот здесь мы спотыкаемся, как правило, о том, что такие кошки не то, что не, да, не едят сами, они естественно, они будут активно сопротивляться и принудительному кормлению, и не владелец не может справиться обычно с адекватным кормлением. И врачи в условиях стационара обычно, вы знаете о том, что рекомендуется принудительное кормление. Здесь такой момент, да, слово принудительное звучит так довольно грубо. На самом деле принудительное кормление в условиях стационара – это кормление с уговорами. Вот мне было бы, да, корректнее, наверное, назвать это так. Но кошка в таком состоянии, как правило, ни на какие уговоры не поддается. Более того, есть очень такой вредный спецэффект от попыток накормить принудительно через шприц. Через время кошка начинает испытывать отвращение вообще к самому процессу кормления. Она испытывает отвращение к еде. Вы знаете, да, те, кто лечил таких животных, знают, как это бывает, когда подносят шприц или подносят пакетик с кормом, и у кошки такой сразу, да, такой рвотный рефлекс. Так вот, это очень штука, которая очень быстро появляется, развивается у кошки, которую пытались вот накормить принудительно, там, запеленав, возможно, в плед, держа ее вчетвером. Вот таких штук с кошками нужно избегать вот практически любой ценой. Вместе с тем, кошку эту любой ценой нужно накормить. И здесь нам на помощь приходит устройство, которое рутинно, ну, большинству кошек с липидозом должно быть рутинно установлено, ну, практически сразу после госпитализации. Это называется эзофагостома или питательная трубка, давайте назовем это так. Это трубочка, обычно мы используем желудочные зонды, которая устанавливается в пищевод через маленький разрез, закрепляется швами и прячется поднарядную мягкую повязку. Снаружи, так сбоку от шеи, да, торчит только кончик этого зонда, который мы время от времени достаем, открываем, промываем. Туда мы, да, вводим разведенное до состояния пюре лечебный паштет и все лекарства, которые мы хотим дать, мы тоже можем смело через эзофагостому вводить. И только, ну, практика показывает, что это единственный способ обеспечить достаточное получение калорий пациентам, если оно болеет липидозом. Стома ставится не только при липидозе, но здесь просто это очень важно, но и при очень многих других заболеваниях. У нас на Альпийском работает инфекционное отделение, и там установка стомы тоже это практически рутинная процедура, потому что доказано, например, что щенки и котят с правовирусной инфекцией быстрее и поправляются у них больше процентов выживаемости, если мы начинаем их рано кормить через рот. Вообще это называется раннее интеральное кормление, и это для выживания, для прогноза, это очень-очень важная вещь. Животное, если оно не будет получать калории, оно погибнет с вероятностью больше, там, в десятки раз, чем, допустим, оно пострадает от анестезии, которая требуется для установки этой стомы. Я могу сказать, что за все время работы моей и на филиале на Альпийском, и когда-то я работала в филиале на Захарово 21, у нас не было ни одного случая каких-то проблем с постановкой стомы. Это обычно короткое, очень легко переносимое оперативное вмешательство, но оно дает колоссальнейшие преимущества, и такие кошки получают хороший шанс на жизнь, хороший шанс на выздоровление. Я сказала, что препаратов для лечения алипидоза специфических нет, те, которые бы воздействовали непосредственно на причину. Мы компенсируем потери, это жидкости, электролиты, мы применяем симптоматические препараты, потому что наша задача остановить работу, уменьшить дискомфорт, уменьшить слюнотечение. Если есть сильное обезвоживание, то и была рвота, допустим, многократная, возможно, оправдано будет назначение антисекреторных препаратов, которые снизят кислотность желудочного сока, защитят таким образом слизистую, потому что она страдает в условиях обезвоживания и у животных, и у людей. И есть группа препаратов, которые иногда еще называют, знаете, гепатопротекторами. Почему в кавычках? Потому что такой группы официально нет. Но, как правило, при слове гепатопротекторы, мы все знаем, о чем идет речь. Эти препараты, безусловно, многие из них, не все, но многие из них полезны и важны. Но часть из них противопоказана в острый период болезни, то есть в период, когда животное госпитализировано и находится на стационаре, большая часть из них не показана. А те, которые показаны потом, на этапе выздоровления, как правило, должны приниматься длительно. И группа достаточно обширная, но традиционно при лепидозе назначаются. У кошек довольно сложно назначать гепатопрот. Есть такой препарат, вы знаете, S-1-озилметионин. Его сложно назначать кошкам, потому что таблетка очень большая, ломать ее нельзя. А в кошку такую таблетку на протяжении нескольких недель или даже месяцев довольно сложно помещать. Используются препараты расторопшие, используются препараты витамина Е, L-карнитин. В ряде исследований говорится о том, что он может оказывать позитивный эффект на восстановление, на регенерацию печеночной паренхемы. Эти препараты, как правило, назначаются владельцу домой, и он при наличии изофагостомы может без проблем эти препараты животному давать. Постепенно, при хорошем, если все идет хорошо, если у кошки быстро снизился билирубин в условиях стационарного лечения, если мы смогли компенсировать калий, если мы смогли обеспечить, наладить адекватное энтеральное кормление, то есть кормление через рот либо через трубку, такой пациент после стабилизации отправляется домой и продолжает кормиться через трубку ровно до того момента, пока сам не заинтересуется едой. Бывают случаи, их немало, когда проходит неделя и другая, и пациент едой не особо интересуется. Ну, тут деваться некуда, его приходится продолжать кормить и время от времени пробовать предлагать добровольно какую-то вкусноту. Большинство этих пациентов, если они улучшаются, как правило, рано или поздно они едой заинтересуются. Изофагостома кушать самостоятельно не мешает, и как только мы понимаем, что аппетит налажен, мы легко можем изофагостому снять, для этого уже анестезия не требуется. Ранка закрывается повязкой, она самостоятельно заживает, и дополнительной реабилитации какой-то здесь не нужно. Пожалуй, что, наверное, все, что я хотела рассказать о липидозе вкратце, подытожу, наверное, несколько, я много говорила сегодня, подытожу основные тезисные моменты, что, во-первых, это часто встречающаяся у кошек болезнь. Это самая частая болезнь печени у кошек. Если у кошки липидоз вовсе не обязательно, что у нее только он. С высокой вероятностью есть что-то еще. Есть еще какое-то заболевание, и доктору очень важно его тоже найти и подтвердить, чтобы лечить оба этих заболевания, или, может, даже целых три. Кошки любят, к сожалению, иметь несколько болезней. Лечение и выздоровление пациента целиком и полностью, вернее так, во многом зависит от того, как быстро, как рано была оказана первая помощь, и как рано он был госпитализирован. Но, к сожалению, лечение липидоза в домашних условиях мало реально, мало перспективно. У таких животных прогноз будет гораздо хуже. И от липидоза нет лечения, но очень важно обеспечить ему восполнение жидкости электролитов и адекватное кормление. Я говорю адекватное, я подчеркиваю это, потому что если у нас такая толстенькая кошка, которая весит 6 килограмм, и владельцы с трудом, да, им удается в кошку поместить там 10 миллилитров паштета, этого точно не будет достаточно для выздоровления и вообще для поддержания жизни для такого пациента. И кормить нужно адекватно через шприц, зачастую это не на корниш. И, да, жидкости кормления, симптоматические препараты и продолжение всего того же, но уже в домашних условиях, когда пациент стабилизирован, когда мы восполнили ему жидкость, когда он больше не теряет электролит, и билирубин постепенно снижается, мы можем со спокойной душой отпустить его на домашнее лечение. И важная штука, липидоз лечится, как правило, очень долго, то есть несколько недель зачастую владельцы вынуждены посвящать питомцу, и какое-то время придется этому уделить, и контрольные осмотры тоже потребуются, и контрольные перезаборы каких-то анализов крови, где мы будем контролировать печеночные ферменты, билирубин, гематокрит, красную кровь, в общем, все то, что нужно для понимания, куда мы движемся, как у нас идет процесс выздоровления, это тоже потребуется. Но, несмотря на достаточно тяжелое положение пациента в самом начале, у очень многих таких кошек хороший прогноз. И да, их лечение стоит свеч зачастую. Мы разместим видео на наших ресурсах, это будет и в Инстаграме, и на Ютьюбе. Там под видео, и под моим, и под видео моих коллег. Не стесняйтесь задавать вопросы. Мы прям ждем ваших вопросов. Нам очень нравится на них отвечать. Мы обожаем, когда вы спрашиваете. Это значит для нас, что было интересно, было полезно, и мы не зря тут собрались. Вот. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok